Привет. Привет. Мы идем за шею руман. Мы уже диетическое. Ну почти, но если разложить по частям, конечно, продуктам. Правильное питание. Правильное питание. Пеппе, а девочки. Мы уже позагорались, а он уже такая черная. Мама тоже. Я тоже. Да. Да. Чернее всех. Да. Чернее всех. О, выкачивают. Ммм, вкусняшка. Блин. Идемте на ту сторону и пошли. Хорошо сегодня на пляже. Здесь под прохладней. Фу, рот сильно не открывайте, девочки, не вдыхайте это. Да. Ну что, они же говорят все, что сразу в море выливаются. А ну, видишь, выкачивают, потом куда-то выливают. На пляже, в принципе, я вам скажу, не сильно, а прям что-то сильно жарко. Нет. И ветра такого нет, как вчера. То есть секунд уже прошел холодный. Мы как раз просто его застали и все. Я думаю, что вся эта неделя будет довольно приятная по температуре и по погоде. Дождя не будет. Не передавали. Не будет дождя, нет. Мы идем. У нас здесь есть недалеко маленький базарчик. И на этом маленьком базарчике есть... Есть маленькая шаурма. Нет, у них есть большой такой отдел, где готовят не только шаурму, но и юшку, плов. А, я поняла. Да, там, да, именно в казанах. Не юшка, а шурпа. Шурпа. Ну, для меня это юшка. Шурпа. Настоящая, кстати, очень вкусная. Мама пробовала. И там очень хорошая шаурма. Но они делают не так, как в Киеве. Они шаурму там делают с картошкой. Фри. Жареной картошкой. Я хочу попросить без картошки, чтобы сделали, потому что это слишком. Картошка перебивает весь вкус. И вот этот ресторан, кстати, Арарат. Раньше он был закрыт. Сейчас его опять открыли. И вчера здесь музыка так долго играла. Вот. Я даже, когда шла сегодня утром, вот в этой базе премьера. Жаловались, отмущались, там сидели. Ну, а так, как видите, все уже закрывается. Мы тримбиты, вот. Последние дни, короче, успели отдохнуть, да? Да, последние дни успели отдохнуть. Кто не успел, тот опоздал. Ну, да. Но успели. Два раза за год. Вот. Сейчас будем пробовать шарму, да? Надеюсь, выживем. Надеюсь, выживем. Не, ну, там реально очень часто покупают. Ну, покупают часто. Продукты просто не успевают пропадать. Важно, чтобы еще часто возвращались назад. Да. Да. Это да. У нас здесь аптека рядом. Вот сюда мне нужно, кстати, прийти круг накачать. Ты чего отстала? Я смотрела, там есть где-нибудь экскурсии. Экскурсии? Есть там сырный этот? Да, но там 470 шабов. Ну, мы Юрия тому позвоним. И нужно сюда прийти круг накачать. А самой надуть не легкие разработать? Могу надуть, кстати, еще. Че пинет. Айкос. Да. А после Айкос как раз сразу. Можем совместно совместить. И с мамой опять так. Хоп. Да. Совместить как раз Айкос с надуванием круга. У меня подушки есть. Они попроще, конечно, надуваются. Но вода, я вам скажу, была какая-то теплая утром. А сейчас, ну, такое. Нужно привыкнуть. Или хорошо нагреться. Или же просто раз нырнуть и все. И ни о чем не думать. Здесь, кстати, магазинчик есть. Разные Парео, купальники, статуэтки продают. Тут я еще ничего не покупала. А вот здесь продавали раньше жареную рыбу вкусную. Мы вчера, кстати, оторвали душу. Мы больше не хотим рыбу жареную. Нет, так понравилась. Первая, так она, корюшка. Корюшка, да, очень вкусная. Барабулю, да, мы еще брали? Барабулька, да. Барабулька. Она не такая вкусная, но она дороже, чем корюшка. А корюшка прям вообще там с икрой, да. Можно будет корюшку взять еще потом как-то. А сколько она, наверное, постучная? Нет, там 100 грамм типа 30 гривен. Барабулька 100 грамм 45 или 40 гривен. Так, лосось, короче. Да. Да. А корюшка, она вообще дорогая. Если в сельфо покупать, то это будет дорого. На колесе будешь кататься? Да, можно. Да? Потом можно в последний день, да, залезть. Вот мы сейчас подходим к маленькому базару, и там вся вкусняшечка. Девочки писали, что брали рыбку там, где я рекомендовала, да. Очень понравилось. Мы тоже вчера креветок взяли, кстати. Я вам скажу, что мелкие креветки намного вкуснее, чем крупные. Это заесть виноградик. Виноградиком заесть шоуруму можно. Или персики купить еще. Как раз. Винчика с утра, мам, можно. Да, кстати, уже обед можно. Вот. Хочу на круг накачать да поплавать. Сегодня нужно это сделать в обязательном порядке. Смотрите, какое полотенце доллар. А здесь обувь классная есть, и очки классные есть. Куда она пошла? Даже она вьетнамке хочет купить. Что там? Питамки свели, не знаю. Может, и вновь. Тут хорошие есть. Даже сандалины такими. Питамки, ну смотри, ты можешь в этих доходить? Не, мы доходить, ты же 5 лет им уже. А потом в Турцию купить. Здесь хорошо. Купить новые какие-то можно найти. Ну вот, мы подходим к этой точке. Еще одну открываю вкусную шаурму. Где еще одну? Вот эти. Рыбка, смотри, сколько это. Боже, Юра сюда купит. А она еще не работает, походу, да? Да, она еще не работает. Не, не работает. А чего это не работает? Пойдем дальше искать. Вон шаурма есть с той стороны, по-моему. Да. Ну вот здесь вот очень вкусно. Было? Нету, да. Видишь? Ну, крупка только. Я думаю, свете, да, не выбрать. Пойдемте прямо дальше. Там точно должно быть еще что-то. Да. Не хочу. Может, еще дальше пойдем? Вчера же не очень свежая здесь. Базар полностью уже закрыт, уже все. А что, закрыт базар? Да. Не, ну там мало что есть. Там шурмы точно нет. Мне пинцер, кстати, надо зайти купить. Смотрите, какой цуцик маленький. Собака, морская песчаная порода. Алина, знала, что мы здесь были? В конце октября или в ноябре? В октябре в конце, да? Подожди, сентябрь, октябрь, ноябре. В ноябре? Почти в декабре, да, мы были. Не, в ноябре в начале, да, получается? Ну, да, да. Вы же здесь вообще... Не, погода классная. Тут вообще еще было закрыто шифером, знаешь? Здесь, знаешь, просто пустота. Такое впечатление, знаешь, как фильм этот отсталки. Какой-то заброс на это. По пляжу, там пляж такой пустый. Никого нету, пару мужиков с удочками сидели. И все. Ну, так, как ты знаешь, воспринимаются совсем по-другому. После этой суре. И моих поработали? В начале там вот супермаркет работал, какая-то кафешка. Там еще песком намело так сильно. Когда, помнишь, панаметало? Да, такие барханы прям на пляже. Они закрывают ту сторону калиток своих картоном. Да, с щитами это, наверное, нет. Для того, чтобы не намело на базу. А вот, вы представляете, начало сезона, это нужно все выметать, убирать. Ну, это один раз делается в год, я думаю, в мае. А вот здесь свитая сейчас должна быть еще. Надо далеко идти. Вот тут уже, может, где-то. Вот мы уже пришли практически. Да, святый же святый. А потом пойдем по этому, по морю. По морю? А чем виноградят? Пробуйте, девять. А мы знаем, что он добрый должен. Знаете, что добрый. Давай, да, пакетик, видимо. Да, если знаешь, то давайте, убирайте. Ну, давайте вот эту веточку. Ну, давайте вот эту веточку. Нет, двадцать гривен, двадцать гривен. Дякую. Благодарю. Короче, ребята, мы не можем найти шаурму. Все, нет шаурмы. Закрыли. Уже не сезон для шаурмы. Там есть одна, она такая-то подозрительная, там огурчики. Да, таки. Не, вряд ли, там тоже все позакрывали. Так, может, давайте подойдем, спросим, когда та откроется нормально, она сейчас была открыта, может? Да, вряд ли она уже откроется. Это уже, смотри, какое время, они уже, ну, на завтрак они всегда открыты. В одиннадцать часов, может, они с двенадцати работают? Да нет, они с утра, самолёт. Юшки варят, парят, все делают. Так, вчера же что работали? Ну, вот вчера и наше кофе работало, сейчас уже все. Мне зрительница порекомендовала зайти в Сипапа и здесь поесть. Говорит, что очень классно, вкусно и вообще просто супер. Поэтому идем на разведку, как здесь интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы поели Сипапа, кстати, неплохо, нам понравилось, да? Современная кухня, да, не такая вот советская, да, более современное блюдо. Там салат хороший был. И нам обошлось это все за троих. Ну, в принципе, одинаковые блюда заказывали, 340 гривен, это нормально. Вот, поэтому придем еще. Бургеры рекомендовали девчонки, но, к сожалению, уже бургеров нет уже как 2 недели, говорит. Вот, такие дела. Идем, жарится на пляж опять? Да. А вы таких видели животных? Ку-ку! Ку-ку, привет! Ку-ку! Ку-ку! На гармонии раньше. Между тримбитой и гармонией. Там был такой участок, и они там, ну, тусили. И дети постоянно руки сували туда. Мы накупили сладостей под названием мидии и креветочки. И рапаны. Рапаны, да. И морской заяц. И морской заяц. Пиво взяли. Сейчас будем обедать. Это наш обед, потому что позавтракали мы хорошо, да? Да. Позавтракали мы омлетиком, салатиком. В принципе, нормально. А обед должен быть по расписанию. И именно таким здесь на море. Я уже, да, так загорела. Вот так. Ну, почти коричневая. А еще пару дней и буду черная. Сегодня, ребята, я еще на массаж пойду. У нас прямо на базе мужчина. Стоит в стол, и он делает все массажи. Сарина зазывает уже второй день. Зазывает, да. Я говорю, что, конечно, приятнее тебя мять, чем бабушек, которые к нему ходят, там, старенькие, такие, 65 лет. Поэтому, конечно, он Карину будет звать. Так что я к нему иду. Там час 300 гривен, полчаса за 150 сделает. Вот. Я, честно, не представляю час этот, сколько ж нужно мять. И какая я потом буду. Это ж как медуза, мама говорит, просто. Стечешь, мама? Да, стечешь, да. С песочком смешаюсь просто и все. Ну, попробую. Нужно, потому что перед компьютером сижу, постоянно за компьютером. Монтирую, спина болит. У меня что-то утром сегодня между лопатками как схватило. Это я утром пошла на пляж, немножко подергалась с резинкой. Но нужно просто это чаще делать, а не паузы такие, знаете. Мидии с лимоном, такие крупные, вкусные вообще. Это у нас рапаны с лимоном тоже. Это самые... Я попробовала там разные вкусы? Это самые вкусные. И креветки мелкие 200 грамм взяла, и крупные 100 грамм взяла. Так, а что, вы кем ручков брали? Они там центры, да. Так что смачного. Но этот ветер поднялся на пляжи и штормит. Начинается шторм потихонечку. Все, Карина легла на массаж, репортаж и с прямого включения. Можешь под низ подсунуть, а там такое смысл. Это для слюны такое, деление шибка, слюна, от удовольствия туда. Или вы так? Так, давай. Так? Да. Я просто подсунула штуку. Ну все, ложитесь сюда. И так нормально, да? Да. Ну все, скорее она будет мяч. А вот идет легка, все? Нет, ну просто на бане. Можешь доказать, что у меня никто левый не мяч. А, что никто не мяч. Так, все, надо так и ослабиться. Снимай, не могу. Слабиться. Вдох, выдох и ослабиться. Друзья, мы вышли на вечернюю прогулку. Собрались, как люди, да. Наконец-то. На улице тоже все накрашены, все красивые. Идем искать молочный коктейль пить. Потом идем мы в центр, да, за мороженым или нет? Короче, куда девчонки меня потащат, туда я иду. Честно, хочу, хочется уже спать. И завтра рассвет, как всегда, по расписанию я буду встречать. Не знаю, как они, но я точно. И завтра хочу попрактиковать йогу. Вот, хочу попробовать. На ютубе включу. И на пляже покувыркаюсь трошки. Так ты расскажи про массажиста. А, массажист, да. Ой, где вы? Про эту ситуацию. Да, сейчас это начнут писать по поводу того, что я легла без простынки. Так это, он там все нормально антисептиком проходит. Дезинфекция полнейшая. Я просто увалилась на, и уже, ну, он не успел постелить. У него там рулон есть. А уже назад встать не вариант. Да, не вариант, потому что я лифчик развязала моментально. Ну, конечно, можно было завязать, встать, но я же уже легла. То есть, ну, у него все там нормально. Мы уже несколько дней за ним следим. И как он делает массаж, как у него все, все нормально. Кстати, хороший профессионал. И, возможно, приедет в Киев. В октябре, в октябре, да. Но мне очень понравилось. Он мне так размял. Размял мне руки, шею. Боже, я просто почувствовала, как кровь потекла по неизвестным венам, которые у меня были просто, я не знаю, ослеплены. Вот. Так что рекомендую ходить на массажи. Ребята, здесь только место для фотографий. Поэтому мы пофоткались. В инстаграме, кто не подписан, подписывайтесь. Там мои фотки. И не только. Истории тоже. То есть, там раньше все было, что здесь, на канале. Я после массажа такая расслабленная. И еще раз повторюсь, хочется спать. Но мы все равно до центра дойдем. Дойдем и выпьем по молочному коктейлю. Шаурмак. Завтра в лоб я иду в аптеку, что-то мне не неплохо. Да. Болит живот. Съело что-то не то. Но что, непонятно. Ну, бывает. Тут хочется заразы, ясчестно. Что-то вредное. А смотрите, он инжир тоже. Да. Кстати, маленький. Его посадили раньше так много инжира. Я в затоке не видела, честно. Да, да. Это ж малева цветет, да? Да, это кустовая малева. Красиво очень. Есть, знаешь, она одинарная такая растет. Я раньше только одинарную видела. Вот сейчас шезлонки стрелят. Такие шезлонки, я не знаю, поднимаются? А, поднимаются там, видишь, металлическая штука есть. То есть, изголовье можно поднять, изголовье поднимается здесь. Да? А кажется тогда, что оно просто прямое стоит и все. Ну, вот так вот людей. Которые час сейчас? 18.50. 18.50. Середина затоки. Вот такая территория. И вот столько людей, как веще. А после летом в это время еще солнце в зените. Она как бы еще печет. Ну, да. А сейчас уже все. Садится. Только чайки голодные летают и орут. Вот мы, ребята, подходим уже к центру. Там какую-то арку построили. Я так понимаю, это как раз возле центральной. Не было, да. За летом построили все. Там фотосессия происходит, как видите. Мы тоже уже пофотографировались. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...